МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». В рамках системы американизированного глобального капитализма никакого выхода из этого петли и тупика нет. Или социализация, или фашизизация, война и диктатура. Самое сложное – сделать точный анализ и выбрать верный путь. Геннадий Зюганов выступил перед служителями Центра политической учебы ЦК КПРФ. Это единственный выход из положения. Выполнение программы импортозамещения и организация массового выпуска отечественных самолетов. Развивать авиапром только под контролем государства. Насколько реальны планы импортозамещения отечественного парка летных машин? Подвиги ваших детей, они не просто не должны быть забыты. Они должны сегодня, мне кажется, быть путеводной звездой для тех ребят, которые сидят сейчас вместе с нами в этом зале. В День матери коммунисты чествовали в колонном зале Дома Союзов семьи героев специальной военной операции. Убежденность в правоте своих идей и умение грамотно строить работу – вот важнейшие качества политика. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил на встрече со слушателями 57-го потока Центра политической учебы ЦК Компартии. В своей лекции председатель Центрального комитета КПРФ сформулировал главные задачи, которые стоят перед страной. Подробности в нашем репортаже. Коммунисты из 28 регионов приехали в подмосковные Снегири, чтобы пройти курс по организационно-партийной и кадровой работе. В начале беседы со слушателями Геннадий Зюганов подчеркнул, КПРФ – самая многочисленная и опытная оппозиционная сила страны. В основе ее программы – успехи советской эпохи. Советская цивилизация в этом отношении оказалась вершиной нашей истории. Мы были в советскую эпоху самые умные, самые храбрые, самые сильные, самые уважаемые, самые космические и самые привлекательные. С нас был пример практически все планеты. И предательство, которое допустили в 90-е годы Горбачевы, Ельцины, Яковлевы – это преступление не только против нашего народа, но больше всего пострадали русские. Русские с 90-го года, в 91-го, потеряли 31 миллион человек. Геннадий Зюганов отметил, обострение геополитической обстановки сегодня напрямую связано с очередным кризисом мирового капитализма. Впервые за долгое время планета вплотную подошла к возможности большой войны. Войну объявили сейчас русскому миру. Вам всем, вашим детям, вашей истории, вашей культуре, вашим традициям, вашим друзьям, вашим близким, махелам, вашим предкам, всем объявили. Я знаю хорошо западный мир, читал лекции и в Америке, и в Англии, и во Франции. 10 лет Совета Европы отработал. Я не ожидал, что они пойдут на такую подлость и мерзь. Самое сложное в политике – дать честный анализ и выбрать верный путь. Геннадий Зюганов подчеркнул, Россия нищает и вымирает. Это и есть приговор к курсу развития страны. У нас с вами от Балтики и Черного моря до Тихого океана 150 миллионов человек. Скоронили СССР, было бы 350. Уберечь этот континент при такой рождаемости задач почти не решаем. Отсюда и возникает главный вывод. В рамках системы американизированного глобального капитализма никакого выхода из этого петли и тупика нет. Или социализация, или фашизизация, война и диктатура. Разговор о текущей ситуации продолжился после лекции. Слушатели курсов задали Геннадию Зюганову ряд вопросов. Вы занимаетесь очень праведным и благородным делом. Учитесь, готовьтесь. Впереди вас ждет очень сложная и тяжелая эпоха. Очень сложная. Я надеюсь, эти вот 2-3 месяца надо как-то не дать спровоцировать этим мерзавцам. Может, Орешник немножко остудил. Центр политической учебы работает в Снегирях уже более 10 лет. За это время в нем прошли подготовку более 1700 коммунистов. Правительство выделило 20 регионам более 650 миллионов рублей на расходы по социальным контрактам. По словам главы правительства Михаила Мишустина, с помощью соцконтракта граждане с доходом ниже прожиточного минимума могут пройти переобучение, открыть свое дело, а также купить школьные товары для детей. Коротко о других новостях в стране. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания самолета «Сухой Суперджет» российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Турецкой Анталии. Следствие установило, что во время посадки загорелся фюзеляж самолета. В результате происшествия никто не пострадал. В России средний размер автокредита снизился до минимума за последние полгода. По данным Национального бюро кредитных историй, он составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Средний размер автокредита снижается третий месяц подряд. Маркетплейс «Вайлберс» запустил сервис потребительского кредитования. Покупатели смогут выбрать способ оплаты кредит при оформлении товаров на сумму от 30 тысяч рублей. После отправки запроса решение по заявке от банков-партнеров приходит в течение нескольких минут. В России число вакансий в медицинской сфере за два года увеличилось на 23%. Таковы данные сервиса «Суперджоп». Чаще всего работодатели ищут терапевтов, врачей ультразвуковой диагностики, неврологов, педиатров и травматологов-ортопедов. Обещания властей возродить отечественный авиапром пока остаются на бумаге. Все больше сомнений в реализации комплексной программы развития отрасли до 30-го года. Так, недавно в центре обсуждения оказались переговоры, которые Росавиация провела с коллегами из Катара и Кувейта. Речь идет о предложении арабским компаниям продать нашей стране самолеты или взять на себя часть внутренних российских перевозок. Эксперты едины во мнении. Происходящее свидетельствует об остром кризисе в отрасли. Призвание варягов на нашу авиатерриторию. Предложение Катару и Кувейту освоить каботажные рейсы внутри России вызвало у представителей профессионального сообщества неподдельную тревогу. А у некоторых, как, например, у бывшего летного директора внуковских авиалиний Юрия Сытника, возмущение. А есть ли у нас в России авиационные власти на сегодняшний день? Дилетанты и, в общем-то, люди, которые вообще не понимают, что такое МС-21, что такое 214, что такое Ил-96, что такое двигатель первого, третьего, пятого поколения. И вот эти люди принимают решение сегодня запустить на нашу родную землю, в нашу любимую Россию, импортные компании, которые будут выполнять каботажные рейсы. Но больше глупости я вообще не могу придумать даже. Эксперты предупреждают. Подобные обращения к зарубежным компаниям могут стать системой. А значит, заинтересованности в формировании собственного парка авиамашин будет все меньше. Какое уж тут импортозамещение? Пусть я всего-навсего летчик, командир корабля. Но такие вещи, когда бьют по моей России, когда уничтожают мою собственную авиацию, зачем тогда строить самолет? Зачем тогда иметь наше училище? Ну, пусть летают арабы, пусть летают корейцы, пусть летают казахи, которым мы в свое время все давали тому же Катару. И наши самолеты, и наших специалистов лучших. А сегодня, неужели у нас обнищал настолько народ или потупил, что мы не в состоянии сами выполнять полеты над своей родной землей? Сроки реализации комплексной программы развития отрасли практически по каждой модели самолета постоянно переносятся. Однако в последние месяцы в информационном пространстве появились сообщения о робком движении вперед. Эксперты напоминают, подобных утверждений звучало много и раньше. За провал планов никто ни разу не ответил. Эти слова идут из самых высоких уст уже десятилетия. И ни одно из них не выполняется. Яркий пример. 2011 год. Президент Российской Федерации Медведев присутствует на выкатке самолета МС-21 и заявляет президентскими устами, что вот все, выкатка есть. И в 2013 году этот самолет полетит и повезет наших граждан по всему миру и по всей стране. Сегодня какой год? Сегодня год 24-й. И вот недавно в Минпромторге сообщили, что в начале апреля начнутся полеты уже полностью импортозамещенного МС-21. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первые поставки лайнера в авиакомпании могут состояться уже в следующем году. МС-21, да, проходят сейчас заводские испытания, проходят цивилизационные испытания. Потому что проблема не только в самолете, в планере, в авионике, в гидросистеме. Проблема еще с двигателями. А двигатель – это современный двигатель, а там ПД-14 стоит. Но я хочу вам сказать, что через пять лет это будет совершенный двигатель. Это будет двигатель пятого поколения. И эти двигатели могут построить всего четыре страны в мире. Россия в числе этих четырех держав. И гордиться на самом деле есть чем, отмечают авиастроители. Это, так сказать, героический подвиг людей, которые непосредственно руками своими все это реализуют, несмотря на внешнюю обстановку, несмотря на то, что, так сказать, творят власти. А с точки зрения технической, ну да, есть позитивные новости. Ну, например, вот-вот ПД-8 поставят на летную лабораторию. Ну, правда, так сказать, в 2022-м он уже был на летной лаборатории, после чего перенесли сдачу двигателей из суперджета, оснащенного этими двигателями, на 26-й год. То есть, что покажут новые испытания, мы не знаем. Эксперты подчеркивают, речь идет о формировании и поддержании всей авиационной инфраструктуры в такой огромной и климатически сложной стране, как Россия. В наших условиях малый грузопассажиропоток, да, так сказать, плохие условия базирования, большие расстояния. Нужно делать специальную авиационную технику, которая может работать в этих условиях. Советская техника была такая, она была надежная, безопасная. Мы знаем такие примеры. Она из-за этого была перетяжеленная. Не из-за того, что не можем сделать легкие и эффективные. Да, можем. Мы выбираем безопасность в наших условиях эксплуатации. По словам представителей отрасли, главная проблема сегодня – это кадры. Авиапром мог бы эффективно развиваться при должном управлении и наличии профессионалов в руководстве. Реальное обсуждение проектов властями не делается. Ну и как мы, ну каково может быть сомнение, что этого и не будет делаться. Жизнь уже заканчивается, людей, носители этих технологий. А все по-прежнему. Те, кто разрушали, идут на повышение и продолжают разрушать. Только уже на новом уровне. Вот эта система, которая, начиная от либерализма с рыночком, выстроилась, когда руководители становятся на свои посты не по принципу профессионализма, а по каким угодно другим принципам, эта система докатилась уже до самого низкого уровня управления. Важно вернуть систему принятия решений плановый подход, говорят эксперты. Они призывают власти признать, вопрос развития такой важной отрасли в такой огромной стране не может решать рынок. Выполнение программы импортозамещения в авиапроме – задача государственного значения. Программа, которая принята, она нелепая, она составлена дворниками, а не профессионалами. Но сейчас она скорректирована уже несколько раз, и ее надо выполнять. Новости этой недели свидетельствуют. В руководстве страны начинают понимать серьезность ситуации. В понедельник стало известно о смене руководства в компаниях Яковлев и Туполев. Поставлена цель сконцентрировать все ресурсы на выполнении задач по запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает правильным решение в 2008 году не принимать Украину в НАТО. Она выразила сожаление в связи с тем, что специальная военная операция на Украине привела к охлаждению отношений Европы с Россией. Коротко о других новостях в мире. В Берлине прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Участники манифестации раскритиковали власти за военную поддержку киевского режима. Протестующие потребовали дипломатического решения российско-украинского конфликта. Парламент Грузии 11-го созыва, сформированный по итогам выборов в октябре, приступил к выполнению обязанностей, несмотря на акции протеста оппозиции. Председателем парламента переизбран Шалва Папуашвили. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против стремительного роста цен на аренду жилья. Демонстранты потребовали снизить плату как минимум наполовину. Подобные протесты прошли и в Мадриде. Польские фермеры приостановили протесты аграрии и дали властям отсрочку до 10 декабря. Протестующие ожидают от правительства Польши отказа от увеличения налогов для производителей сельхозпродукции и сделки между Евросоюзом и странами Южной Америки. В День Матери коммунисты чествовали в Москве матерей-героев специальной военной операции. В колонном зале Дома Союзов собрались 16 семей из 10 регионов нашей страны. У всех родные и близкие сражались и сражаются на фронте. В адрес гостей звучали теплые слова. Для мам и их семей КПРФ подготовила награды, памятные подарки и организовала праздничный концерт. По приглашению Компартии в Москву приехали семьи героев, которые добровольно пошли на фронт защищать Россию. Многие, к сожалению, погибли, исполняя свой воинский долг. Большая задача вот стоит сейчас перед всеми нами, перед будущим поколением, потому что подвиги ваших детей, они не просто не должны быть забыты, они должны сегодня, мне кажется, быть путеводной звездой для вот тех ребят, которые сидят сейчас вместе с нами в этом зале, юно-армейцы. Мы считаем, что вот сегодняшнее наше мероприятие, оно благодаря вам, наверное, дает нам всем возможность поклониться вам в пояс, сказать великое спасибо за воспитание настоящих мужчин. Спасибо вам за ваших сыновей. Гости приехали из 10 регионов России – Свердловской, Брянской, Московской областей, а также из Москвы, Калининграда, Севастополя, Башкирии, Удмуртии, Краснодарского края и Татарстана. Я хотел бы от имени всей нашей партии, руководства партии Геннадия Андреевича Зюганова еще раз вас поблагодарить за ваш ратный подвиг, за ратный подвиг ваших детей и решите вот такой искренний поклон всем матерям, всем вас за воспитание ваших детей. Вам огромное спасибо. Почетным гостем встречи стала Мария Рохлина, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской и Курской битв, форсирования Днепра и освобождения стран Восточной Европы. В сентябре Мария Рохлина исполнилось 100 лет. Из ветеранов я осталась в живых одна. И теперь пожизненно председатель Совета ветеранов. Буду, обещаю дожить до 100 лет победы. Всем, всем, всем даем наказ ввернуть в Россию город-герой Сталинград. Матери героев наградили партийными наградами, вручили грамоты, благодарности от председателя ЦК Компартии и памятные подарки от Всероссийского женского движения «Надежда России». Праздничная встреча закончилась яркими выступлениями военного оркестра «Русская медь» и юных артистов Москвы и Подмосковья. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова